Меня зовут Саймон, мне 24 года. Из девушек не нравится Лиза, потому что я не приемлю какую-то легкость, доступность в девушках. Мне это не нравится. На самом деле это очень легкая нажива для мужчин. Я не понимаю мужчин, которые выбирают таких девушек. Мне кажется, они сами по себе слабаки. Саймон, Семен, объясни по поводу Лизы, что тебе не нравится? Довольно-таки легкодоступная. Ну, наверное, так. Детский сад. Давай сразу вопрос закроем с Лизой и все. Я считаю, что это неправильно вот так вот взять, не зная человека, поскорбить его. И я так и сделал, и я на самом деле приношу свои извинения. Слушай, ты не увлекайся, надо было прессу. Если бы ему было неприятно, что я флиртую, он бы улыбкой мне не отвечал. Я тебе здесь жизни не дам. Когда приедет сюда Мэри, ты будешь целовать мне ноги. И благодарить меня за то, что ты прям на шоу вместе с передатчиком не полетела в басик. Слышишь, мышь. Стремная просто. Соловная. Сидет. Ручки друг другу наглаживают. Прям голубки. Два голубка. Любо-дорого посмотреть. Вы пара? Нет. Нет, мы как бы пара, но неофициально. Я говорила, что я хочу влюбиться. Ну, хоть какой-то жених попался, может, и влюблюсь. Ты в курсе, что ты жених? Не, можно назвать меня, хотя... Какой-то волшебник. Это подрывает мой авторитет. Я тебе еще раз знаю. Ты куда-то сделаешь. Не надо на меня кричать. И по сумме мне об этом передают разные люди. Сэм, ну вещи не трогай. Вещи тут ни при чем. За что? За что? Да не надо в бассейн. Ты что, гонишь, что ли? Сэм! Не трогай меня! Все, тихо, не трогай меня! Он ненормальный. Как я буду встречаться с человеком, который говорит, что... Он не будет на меня кричать, меня оскорблять, меня швырять и поднимать на меня руку. Я не хочу ее травить, не хочу обижать. Блин, я сейчас единственное, что я себя прям за один момент ненавижу, что я все-таки это сказал, понимаете? Лена, сегодня ты заявила, что Саймон, в принципе, это твоя симпатия. И, наверное, отчасти это мужчина твоего типажа и твоей мечты. В общем, я не сторонник разбивать пары, в принципе. И я бы не стала это делать, если бы Саймон сам не проявил ко мне симпатию. Саймон, это правда? Ты писал, что тебе нравится, Лена? Конечно. Марго, почему ты плачешь? Плачет, что ли? Я наконец-то осознала все, и поэтому я плачу. Обожать. Поясни, пожалуйста. Я не могу говорить вообще. А что такого ты поняла, что ты стесняешься это рассказать? Скажи. Я наконец-то осознала, что самый близкий мужчина, которому я доверяла, предал меня. Я не могу. Тебе больно от того, что он сейчас другой? Нет. Мне больно за то, что он меня предал. Я ему доверяла, понимаете? Я была уверена в нем на сто процентов. Я не раз говорила ему, что если тебе кто-то нравится, я тебя не держу, я только за твое счастье. Но он всячески уверял мне, нет, я буду с тобой. Мы вместе, мы же пара. Когда я отпускала его в этот отель, мы обговаривали с ним все. И он меня опять же уверял, что что ты, ну конечно же, у нас ничего не будет. И тем не менее, это все произошло. Хорошо, спасибо тебе. Хочу спросить Саймона. Откуда вспыхнула такая любовь к Лене за один день? Это не любовь, но вспышка определенно. Не знаю, мистера проскочила. Куда делаешь вспышка, которая была к Марго? У нас не было с Марго вспышки, она знает об этом. А с Марго пытались склеить то, что уже и не склеивалось, собственно говоря, после той самой ссоры. Тогда у меня вопрос к Лене. Лена, тебе не жалко Марго? Вот она плачет. Ты увела у нее парня. Я увела парня у жуткой лицемерки и обманщицы, которая сейчас просто сидит и выбивает слезу. На самом деле, она весь день ходила, смеялась, делала прекрасный мейкап, чтобы сейчас он у нее размазался по лицу. Марго, прости меня, пожалуйста, но мне тебя совершенно не жалко. Во-первых, в этих отношениях не было ничего, кроме волшебства. И никакую суперпару, семью я не разбивала. Я не являюсь какой-то сукой-разлучницей. Можете на меня говорить все, что угодно, но мне сейчас очень хорошо. На самом деле, я очень рада, что у меня появилась взаимность. На Новый год я просила, пожалуйста, пусть у меня будет взаимная симпатия, взаимные отношения, чтобы все так, как я хочу. И вот, теперь рядом со мной Сэм. Хорошо, я хочу спросить у Марго. Марго, а скажи, пожалуйста, а ты вообще уверена, что у них что-то было, а не что это договорняк какой-то? Я уверена, что у них все было. И я даже знаю все в подробностях, люди мне все пересказали. Хоть ты, Лен, мне не веришь, ты мало того, что актриса, ты еще и полная шлюха, потому что девушка не раздвигает ноги в первый день. Она не делает захват при других людях. Сайм, он говорил о какой-то воспитанной девочке, он хочет идеальную. Ну, я не знаю, для тебя идеально это когда девочка делает захват, потом она блюет, потом она снова делает захват, потом снова блюет, потом она спит с тобой в туалете. Она взяла с собой пиджачки, сказав, что, ну, на самом деле, для меня это не нормально спать быстро, но пиджачки взяла. Но потом она забыла про пиджачки и в первый же день волшебничала без пиджачков. Какие вопросы ко мне? Ну что ж, мы поняли, что ты уверена, что у Лены и у Саймона все было. Ну, а пока я нахожусь в шоке от услышанной информации, мы уверим в этом и всю страну. Как хорошо, что мне исполнилось 18. Лен, а вот тебе не кажется, что ты человека, которого, знаешь, несколько дней, все-таки с ним контрацептиву нужно использовать? Вы знаете, у меня сейчас все так хорошо, что мне даже не хочется разговаривать. На самом деле, что я об этом не жил. Тебе так хорошо, что нам с Орловой завидно уже. Вот. Может быть, ты все-таки внятно ответишь? То есть ты просто забыла. Ты так хотела, ты так на него накинул, что ты забыла одеть эти пиджачки. Правильно мы тебя понимаем? Какие мы все продуманные, когда у нас начинается волшебство. Пусть люди закидают. Ты знаешь, мы все продуманные, когда мы ездим в отель без камер. Вот тогда мы... Здрасте. Я должен тебя огорчить. Лена переспала с Саймоном. Я огорчен очень сильно. Да, более того, она на этом заработала. Я огорчен вдвойне. Марго заплатила Лене за интим с Саймоном 10 долларов. Это серьезная цена. Оскорблять Лену не буду, потому что Саймон мой хороший друг, товарищ. Просто расскажи. Не надо оскорблять. Расскажи, что ты думаешь. Постараюсь так лайтово. Я считаю, что Лена проектная, лживая, неискренняя, немножко странная. Ну и, соответственно, пуля у нее в голове есть. Я вижу будущее Лены и Саймона плачевным. Я очень не хочу, чтобы повторилась ситуация с Мэри. Но что-то мне подсказывает, что там все будет гораздо хуже. Поэтому, Саймон, дружище, будь аккуратен, пожалуйста. Я очень сильно тебя прошу, будь аккуратнее. Саймон, кстати, а каким ты видишь ваше будущее с Леной? Я понимаю, что у нас будет все развиваться, потому что между нами что-то есть, искра. И влюбленность, я думаю, тоже скоро появится. Самое главное, что это взаимно. Лен, ты там тянешь руку. Может быть, ты видишь ваше будущее? Нет, я хотела про другое сказать. Про проектность. Скажи. Роме. Ром, я считаю... Какую колбасу все сегодня ели? Вы еле-еле говорите. Нет, я не знаю, как насчет всех, просто мне сегодня очень хорошо. Извините меня, пожалуйста, что я говорю правду. Прекрати при Орловой говорить, что тебе очень-очень хорошо. Я подождите, я стесняюсь спросить. Лена, у тебя похмелье, что ли? Она от любви пьяна какой день подряд уже. Ты просто не понимаешь. Ну, наверное, наверное. У меня все так хорошо, что у меня даже нет слов. Кис-ки стояла. Черкасов, ну не психой, ладно. И будет и на твоей улице праздник. У нас тут на поляне в течение всей темы очень рвется в бой Капаклы. И тебе тоже хорошо? Мне очень хорошо, послевкусие. Лена, если отталкиваться от твоих слов, о какой-то актерской игре, то Марго – это актриса таких, знаешь, детских утренников по сравнению с тобой, по сравнению с своими масштабами. Я на самом деле не знаю, я смотрю на Саймона, я не знаю, чем она его там накачала. Отталкиваясь от того, какие у тебя были отношения с Мэри, то здесь, наверное, в ближайшие пару дней ты мне напишешь смс-ку о том, что ты хочешь повеситься. Потому что более странного человека не то, чтобы на периметре, в принципе, в жизни я не видел. Поэтому мой тебе совет, от нее побыстрее тебе нужно отойти. А вас, ведущая, хочу искренне попросить о том, чтобы Саймона поскорее вы сюда отправили, потому что, мне кажется, у него крышка скоро поедет. Саша? Я к Марго отношусь более чем хорошо, но я считаю, что в данной ситуации ей все пришло бумерангом. Потому что в свое время, как она лезла к парням, как из-за нее девочки страдали, как я лично ее била. Ну, собственно говоря, такое бывает. Да, я еще вчера на лобном кричала «Прости меня, Саша Черно». Я поняла, что это бумеранг. Когда-нибудь и Лена Марго, прости, это Марго Лену тоже. Кто хочет высказаться еще, друзья? Вот именно по этой ситуации. Марина. Да, я не знаю, почему Саймона так друзья его пугают, что Лена там враг номер один, и он еще поплачет после нее. Я на поляне всегда общалась с Леной. И хочу сказать, Сэм и Лена, вы визуально очень хорошо смотритесь. Вот по картинке, как будто все так, как и должно быть. Так что, Саймон, рискуй. Визуально прям очень красивая. Очень. Саймон, хочу тебе задать вопрос я. Мы все-таки с тобой друзья. Что произошло с таким, скажем так, глубоким, серьезным, чувственным тобой, что заставило тебя в один миг вот так решить всю эту ситуацию? Ну, вот так вот проскочила искра между нами. Мы решили, что мы должны быть вместе. Я вот на Саймона смотрю, такое ощущение, будто там не искра, а смерть какая-то проскочила. Лица не сидит вообще. Ну, в принципе, похоже на траву, скажу тебе честно. Я вот сейчас смотрю, думаю, братка, ты умрешь сейчас просто через минуту. Что случилось? Если у вас такая влюбленность, такие чувства, или что ты там говорил, просто чувства, ладно. Ты сидишь с мертвым лицом. Я тебя таким давно не видел. Я тебя редко, конечно, вижу в последнее время, но все равно. Ром, потому что есть негативные последствия этой ситуации, что я не сказал Марго, я не закончил те прошлые отношения и уже нырнул в новые. И получается, ну... А, все-таки совесть тебя мочит, и ты понимаешь, что ты некрасиво поступил? Ясное дело, я это полностью осознаю. Я понимаю, что я в этой ситуации предал Марго. Лена Хромина, это, знаете, эта девочка, мне кажется, она только что школу МХАТ закончила. И говорит, вот я сейчас приду на проект, я вам покажу, как нужно играть. Только мне за это даже платить не будут. Она приехала не к Саймону, она приехала к Марго. Она приехала получать хайп, быть в центре внимания, и она хотела движуху за счет Марго. Потому что она думала, что у них будет война, определенная жесткая война. Но тут они уезжают, и тут Марго показала тоже свой опыт. И она говорит, детка, я не первый день в этом бизнесе, я бросаю Саймона. Этого никто не ожидал. Она пошла на опережение. Лена тут переспала с Саймоном, приезжает. И что мы видим? Лена без лица два дня ходит. Она думает, боже, черт, вот и она моталась. Отдалась, 10 баксов, ее размотали просто на лобном жестко. Она ходит здесь, говорит, что она счастлива. Да нихрена она не счастлива. Она ходит с миной такой, и Саймон то же самое. Он думает, меня тоже развели. Он понимает, что это недолгая история. И, в общем, так все круто получилось. Браво, Марго. Лена осталась не у дел. Немножко тебя опередили, потому что опыта тут побольше. Вот и все, такая вот история. На островах есть еще мнение? Да, да, да. Это смотрящие за островами, я так понимаю? Да, это я. Я вчера выходил, точнее сегодня утром выхожу из бунгала, сидит Саймон. Я говорю, Саймон, ты счастлив? Он такой говорит, нет. И я по нему вижу, что он абсолютно несчастлив. Страсть, волшебство, это кратковременное такое счастье, которое заканчивается после того, когда ты свое семя, так сказать, выпустишь наружу. Вот у Саймона, когда, так сказать, заканчивает половой акт, он понимает, что он находится не с тем человеком, с которым он хочет быть и идти по жизни. И что самое интересное, когда Лена проявляла свою симпатию Гриценко, она сказала, что в него влюблена, но у них был только поцелуй. Она его преследовала, кидала ему яблоки в голову. А здесь было волшебство, был секс. Вы представляете, что Саймону нужно будет сделать, чтобы потом избавиться от Лены? Это как минимум сменить имя и фамилию, внешность и улететь из страны. Мне его жаль. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!